красота и голодный мальчик лавашов мацун конечно вы знаете детей послали в армянский магазин хороший им список дали в руки утро давно прошло если спрашиваете вечерний семейный влог снимаем но сначала как говорится дети наши будущие покормим ребеночка я ваш уже доехал к нам мацун тоже доехал сцеженный мацун так что детям сцеженный мацун а вы подождите сегодня что-нибудь на кастре сделать но не знаю планирую сэндвичи сделать хотя дети почти весь хлеб съели хорошо сделала несколько кусков спрятала хочу наконец-то сделать сандвичи из чебата но наши дети не сандвичные посмотрим еще не планирую что буду делать на ужин но нам ужин нужен он хочет сыр и тот хочет с мацун он хочет сыр и тот хочет с мацуном пока еще можно обнимать не говорите мама всегда разговариваем по телефону как вырос уже не уже не как малыш да но малыш видите если бы не был малышом я бы могла его поднять я такая сорока восьми килограммовая наш любимый сыр спрашивали какой бренд где берем в армянских и в медитерийном супермаркетах тоже есть вкусный кузи шипник очень хороший сыр я с компанией работала спонсировали меня но это и мы покупаем так как понравился сыр и другой не берем почти если это есть другой сыр не берем это позади тебя наш сырный хочешь тебе тоже завернуть как же это вкусно лаваш сыр и зелень они любят зелень зелень и помидор прямо кусаю ем с перчиком свежим очень такой румяный хлеб он не румяный хлеб не уважает недоиспеченный вышла бэку хлебушек передать а там стоит наш знакомый фернандо пришел наши стену видели новую крепкую смотрите соседские дети постоянно там стоят муж говорит я должен достроить эту стену но мы не достроили до низкие остались низкая осталась вот эти какие красивые стену строят честно скажу не знаю что строят то есть строят подставку под пицца овен большой овен тяжелый не знаю сколько килограмм но почти тонна очень тяжелая настоящая и поскольку эта стена муж говорит оригинальная стена которая есть двигается непрочная если подстроят к этой стене может развалиться и не сдержать потому что там еще полки какие-то не знаю муж что-то спланировал в конце я тоже узнаю вы тоже узнаете но главная погода хорошая дети босиком прямо играют почему у бека постоянные грязные ноги потому что он постоянно босиком наш йог наш тарзан если кого-то интересует наш скваж уже перестала отрезать он так растет прямо бушует столько цветков бывает а сам овощ или фрукт а вечные самолеты сам скваж уже думаю готов больше этого не вырос остался вот этого размера я думала сейчас такой огромный станет в общем вырастет но уже не вырастает то мы уже пора удалять с этой стороны растет смотрите очень хороший сорт говорили тот человек который нам подарил этот видели там если в логе следите наш тренер сказал что этому сорту 800 лет очень хороший прочный косточки сохраню потом опять посадим никто его не кушать наверное в сыром виде салатик сделаю не хочу варить посмотрю вместе что-нибудь сделаем приготовим салатик окей двигаемся дальше главное не забыть что молоко не убежало чуточку разочарована сегодня покупками детей не хочу чтобы они слышали они не виноваты аспарга спаржа совсем гнилая такая уже старенькая демократовая мая мятая мне отная окей сейчас пишут мои армяне перевели писали комментариях не видела Пьемся дальше, это из армянского магазина, впервые, сын сказал, мам, хочу опухт попробовать бастурма, он завернул, сел, сказал, я тоже попробую, бастурму, когда нюхаете, должны почувствовать запах чесночно-пажетниковый такой, чаман, запах чамана, это прямо можно убежать, как почувствуешь, да, очень сильно чувствуется, а здесь чувствую запах мяса, это недопустимо, на нем даже чамана нету, можно и с тонким слоем чамана иметь этот аромат, запах вот такой, такое мясо, какое-то еще чуточку мокрое, мясное, я бы пожарила, омлет хороший получился, но в сыром виде я бы не съела, сыр должен был быть таким хорошим, однажды нам из Армении одна подписчица поделилась, чачиль называется такой сорт, он сухой бывает, соленый, такой, но вкусный-вкусный, не знаю, откуда вы, это не знаю, откуда как будто импортировали, ну, кислый такой, невкусный, дети попробовали, не сели, Армджан, ты тоже подобный, и скажи свое откровенное мнение, помнишь, однажды такой вкусный привезли, прямо, и соленый, и черствый такой, сухой, но вкусный, другой сыр, но это им название одно и то же, чачиль, тот тоже был чачиль, это как будто копия чачиля, а жаль, не знаю, что сделать, столько купили, и дорогой сыр, 15 долларов за паунд, за 463 грамма, 59 миллиграммов, не знаю, что делать, окей, it's окей, переживем, мы сильные, из американского магазина, что ничем не довольны, сказала девочка моя, купи томаты, ну, что это такое, ну, если вы были на моем месте, это сырой, но не спелый томат, это даже если оставить, не поспеет, когда видите, что уже засохло, здесь, не надейтесь, что этот томат хороший, может быть, не спелый, но со свежей, этой самой, там у нас монтик занимается, посмотрим, на окошко положу, посмотрю, что будет, и, по-моему, там пустота в томате, как будто, нехороший сорт, но рынок называется органик, ужас, какой я, как живу, как переношу такие боли, шучу, но в каждой шутке доля правды, детей надо всегда учить, я уже сказала, выговор сделала, сказала, три дня кушать не будешь, арка, знаете, что сказала, значит, у меня здесь подушки, они постоянно подушки бросают на землю, по ним ходят, и белые подушки тут постоянно грязные, несколько дней назад пришла, я ему говорю, арка, если это так продолжится, я уже не знаю, что с вами делать, хочу с тобой контракт, что делать, подписать, подписать, если продолжится такое безобразное обращение к моим подушкам, ты не можешь кушать за один целый день голодной останешься, и пинки прамистерли, мизинцами, это обещаем, да? Хорошо работает, так прихожу, смотрю, подушки на месте, но не в своем порядке, говорю, арка про контракт помнишь, он быстро все, так хорошо работает, хороший мальчик слушается, да, когда говорю, так дочку сказала, не верьте, пожалуйста, там писали вы, когда говорите, муж бьет, действительно бьет, да, не только бьет, из дома выгоняет, что еще делаешь? А, очень сильно бьет. Ох, люди мои, вы же знаете, я люблю судить, шучу, мой муж никогда в жизни меня, даже, о, видите, ох, я вас предупреждала, кто-то, наверное, уже видел и писал, Эгина, молоко бежит, бежит, а я не слышала, это окей, это для того, чтобы вы знали, муж меня не бьет, не забивает, не пробивает, он хороший, из хороших, да, будем чистить, это мацун хочу делать, молоко кипятило, чтобы для мацуна, да, подготовила Эгина мацун, как приготовить мацун, хороший, вкусный, домашний, крепкий, Ох, запах этого молока, уф, ничего, все плохие энергии прямо в воздух испарятся. Я не просила, у меня в огороде растет базилик. Или я с инчезарен базил? Я думаю, что они не поставили. Мне нужно, Малик, мне хочется, Малик, мне нужно, мне нужно, он не... Шатунный? Шатунный? Да, шатунный. Это окей. Ничего, посадим. Или чай сделаю, можно просушить, чай сделаю. И свежий, и сухой. Тарфун. О, рыбу купили. А, хочу рыбик сварить, просто. Так, когда кладете в морозильник такую рыбу, форель, вкус совершенно потом меняется. А когда так, в полусвежем виде из магазина приносят, или жарим, или выпекаем, или варю, скажем, обычно, такой вкус другой. Думаю, сварю сегодня и завтра на рыбной диете будем. Хочешь? Что насчет этого, что говоришь о фухте? Вкуса нету? Он кушает сейчас, у него рот. Что кушаешь? Это кушаешь? Ждем ваше мнение. Вкусный? Какие движения делает странные? Обычно, когда нравится, говорит, очень вкусный. А странные движения, значит, он не понимает, что это такое он кушает. Да, что-то в этом роде, сыры, наш любимый, это знаете, очень вкусный Тоскану Чиз с черным перцем. Любим. Самый вкусный, наверное, из наших сыров, любимых. Гуда, муж любит. На самом деле, сказала, купите апухт, сыр, чтобы в сандвич сделать все-все, в чибата. Наконец-то, по-анимейкер, купила, еще не использовала. Прямо уже руки чесались. Сыр купили, хаварти, очень вкусно сочетается, обычно с апухтом. И прямо тает, очень вкусный сыр, кстати. То, что это... Мы не всегда это доедаем. Всегда или остается, или не остается. Брид Чиз. Муж не очень любит, а я небольшой сыролюб. Хотя, люблю кусочки, пробую, даже сочетаю, скажем, с вином или с каким-то фруктом, овощем. Ну, прямо сидеть и кушать, очень многое количество сырого, мы у нас с мужем не получается. Так, что еще интересного? Ничего интересного не купили. Зелень, зелень. Пазелик, еще два пучка взяла. Да, это хотела. Петрушку. Петрушку очень люблю. Одна из любимых зелени. А где? Кинза. Кинзу хотела и эту. Думаю сделать. Может быть, чуточку пожарить. И в панини пресс. Сандведь сделать. Очень вкусно получается. Еще баклажан жареный. Гриб с песто или с каким-то соусом. Не знаю, что-то вкусное с сыром. Вот так. Томат. У нас есть томат. Она, наверное, хотела. Лили, у меня нет томат. Это запасной. Она всегда готова. Я тоже купила из итальянского магазина. Чрезвычайно на худший день томат купила. И грибы неудачные уже режу. И не начинайте постоянно недовольные. Я честно свое мнение говорю. Если бы я вам сказала, что это вкусно, это хорошее. Потом пошли бы в магазин и купили. Потом сказали, что это Эгина нам сказала, что это вкусно. Но это невкусно. Но не очень плохие. Я думала, уже пахнущие взяли, но нет. Чуточку. Но грибы быстро портятся. В этом не очень вина детей. В нашем супермаркете РАВС тоже. Иногда мужа или детей пошли за каким-то, скажем, единым овощем или что-то. Пойдут, принесут прямо уже ушедший от жизни продукт. Говорю, вы не смотрели, что покупаете? Ну, они не знают, муж не знает. Или дочка может быть и не догадывается, что грибы быстро пользуются, пачкают, но портятся. И можно тогда прямо чужим взглядом посмотреть. Если они уже немножко себя потеряли на вид, значит на вкус и на запах тоже уже не то. О, грязный этот самый съел хотя бы. Хороший виноград. Anyway, но в этом не только вина покупателей. Иногда дети покупают, мужья не самые, иногда профессионалы в этом деле выбирать свежие продукты. Это вина магазина, работников магазина, которые не следят. Что у них испортилось, убрать из прилавок, да? Это ведь правильный метод ухаживать за своим бизнесом. Да, жаловаться не буду, я просто делюсь. Нектарины купили. Наконец-то наш фруктовый этот самый плейт наполнился. Это уже хорошо. Без фруктов, ну, как будто что-то главное в нашем доме отсутствует. Вот так. Сварю рыбу. Сандвич не сделаю с этим. Это, Ра, не хочу, чтобы ты кушал. Так, что не будешь кушать? Ну, как будто очень сырое, мокрое мясо, красное. Что-то не то, не хотите. Мы хотим беречь наших мужиков, чтобы они были здоровы и стильны и ухаживали за нами. Хорошо. А это взяла. Кстати, только это не значит Турция, это значит индейка. Одно и то же слово пишется так же. Ну, индейка и не индейка. И страна. Хочу сделать арам. Уже который день хочу приготовить слаомаджу. Масалош. Лепешки с мясом. Сегодня наконец-то вспомнила. Детям сказала купите. Это еще что хотела. Но люблю масалош с бараниной. Баранина? Ну, не баранина, молодая баранина. Ну, не баран, а ягненок. Ха, очень вкусно получается. Ха, вот такие дела. Сейчас быстро собираюсь. Собираю. Сказала купите огурцы. Точка говорит, мам, ну очень хорошие были. Очень много купила. А что мы будем делать столько? Очень много купили. Прямо в огурцах хорошо разбираются. Уже сколько раз про огурцов. Уроки огурцов. Как выбирать огурцы. Какие хорошие. Какие вялые. В общем, урок огурцов усвоили. Ха, такие дела. То, что закрыто. Их вины нету. В покупателях. Производитель. Должен производить. Вкусное производство. Самый вкусный саукрем. Сметана. А, помнишь? Как только приехали в Америку, он, наверное, этим и наедался. Я не знала, что он кушает. Что его как будто и... Ну, знала, что он любит, что кушает. Но здесь, в Америке, чуточку по-другому было. Не знала. Он ел сметану с лавашем. Может быть, не знаю, каждый день. Каждый месяц. Помнишь? Это прямо его еда. Как вижу эту пачку, вспоминаю, как он ел сметану с лавашем. Редко покупаем сметану. Почти не покупаем. Купила я, потому что еще пельмени буду делать. Купила пельменницу. Такую круглую. А, столько всего. Почему это такой хороший аппетит? Да. Аппетит хороший. Пельмени вкусные со сметаной. Еще бурш будет на следующей неделе. Наш домашний. Так что сметане быть. Я забыла, что там у нас закваска подошла. Сын сейчас тесто делает. Урок хлеба у него. Хоккей делает? И уходит на игру. Хоккей играет. Иногда по ночам. По ночам. По ночам. Девять часов начинается. Верночей? Конечно. Понял, что говорю. Нактарин хочет. Исака просто раз. Камера сборни. Камера. Камера. Филм мам. У него урок как снимать блог. чеш? как atmosphere если слишком близко пошли еще пока и шатно только на нотке ты можешь двигаться не надо встать штучку уроки как снимать влог хорошие здесь у нас белая твердая пшеница и обычная пшеница пшеница купила перчатки ну с мясом с рыбой голыми руками не всегда удобно работать знаете и самое главное всегда маленький размер покупаю кроме меня и дочери никто не может надеть то есть мужчины не могут одеть мои перчатки пациент раздевайтесь буду щупать я это рыбе говорила подумал так рыба слой тархуна на дно слой тархуна сверху может быть вы правы нет вы не правы не сливочное масло ходила за маслом но говорят фора любит сливочное масло на кусочки режу солю перчу покрываю тархуна можно еще мама рыбу сик готовила только лавровый лист черный перец зернистый и соль как это было вкусно фоль тоже так хорошо получается но мы сейчас готовим с тархуном с оливковым маслом соль перец и все кстати красная форель на армянском эту рыбу называем ишхан но если перевести на русский как в тот раз сказала принц как переводится маленький принц покрик ишхана но это князь значит маленький принц покрик ишхана перевели неправильно нужно было ну рассказать экзюперии нужно было написать маленький князь так что пожалуйста измените название это князь рыба князь окей берем знаете да все знают наш оператор любит хвост наша красавица любит головоедка не хорошо почистили проказники руки самые лучшие наглазывать или голыми руками легче получается правильное количество солить перчатки для меня и внутрь обязательно нужно прямо необходимо а то как будто разные части внутренних брюхо и не брюхо их нужно обязательно от по отдельности всех посолила все счастливы что хочу еще сделать может быть кусочки маленькие кусочки только в эти части положу отдельности и потом уже к кастрюлю аккуратно красиво можно было даже даже картофель положить но хочу быстрый ужин сделать последнюю голову сверху давайте полить немножко масло вкусно получается заливаю чуточку водой совсем немножко уже на пару как будто варится чуточку соли тоже потому что там еще вода будет не хотим не соленую рыбу аккуратно так закипит очень быстро варится поэтому люблю на быстрой идеи если гости морепродукты это самый хороший выбор быстро варится и как будто элегантно выглядит почти все любят хотя по комментариям уже знаю что некоторые не переносят морепродукты это не хорошо очень даже хорошо кто кто что хочет то и переносит но какие-то стандарты появляются иногда как возможно не кушать зелень или как это можно не любить скажем что то какую то еду очень возможно люди разные если научимся это принять так хорошо будет всем нам а то прямо все свои мысли все свои убеждения прямо не предлагают не советуют а в прямом смысле этого слова если можно так сказать навязывают свое свое мнение позицию и тому подобное вы должны как вы должны подчиняться нет никто ничего не должен никому я опять перешла вот здесь готовы наши ох как это было неприятно смотреть смотрим стирается или нет так перчатки одеваю и чищу газ иду дети что-то играют во дворе и не позволяют включить свет сейчас им закуску несу и как раз посмотрю что они там вытворяют подождите наверное ничего не я не вижу окей понятно не знаю видите не видите здесь у них цвета музычная не знаю вы наверное ничего не видите я не вижу окей а как у нас есть будет нет я покажала да тебе У них шоу NHL, хоккейный шоу, когда гол забивают, звуки гола звучат, наверное не знаю что еще делают, но они очень хорошо играют. Я думаю, зачем свет не включать, Люсень сказала, мама свет включила, пришла выключила, говорю, почему? В темноте играете, говорят, а ты выходи, увидишь, шоу было у них, ультразвучный. Рыба сварилась, чуточку дала отдохнуть и можем наслаждаться. Дети не кушают, не беспокойтесь, я больше вас хотела бы, что они рыбу кушали. Ну еще надежды не теряю, может пусть повзрослеют, захотят, попробуют. Не знаю, Армак как-то попробовал, чуточку понравилось, ему котлеты, поищите, гене котлеты или не найдут. Это в одном блоге готовила, котлеты из салмы. Очень вкусные, хрустящие, мягкие, смотри. Наверное рецепт сделаю, да, эти попробовала, сказала, ой, это хорошие, хрустящие, вкусные котлеты, а так не есть. Это сок мы не употребляем, не хотим, не любим. Тебе хвостик, мне головастик. Сюда, сюда. Что хочешь? Хочешь барбекю соус, Сузи принесла? Нет? Нет, это барбекю соус, очень нравится. Ого, унаги, спрашиваешь, ил соус, я посмотрела по гугле, унаги. Он рыбу с этим соусом кушает. А у меня другой соус был, наверное, не найду. А чего же вкусный был? Сладкий, а надо было так поставить, арам сейчас. Сейчас, целый час будет капать. Да, нету этого соуса, то, что я любила очень. Сладкий чили соус. Очень хорошо подходит к рыбе, прямо к этой рыбе. О, у нас еще у ноги. Вот видите, да, это дети, наверное, и Люсин тоже любит. Еще не увидели, что это не закончилось, еще один открыли. Да, нету такого соуса у меня сегодня. Это очень понравился. Барбекю соус кислый, острый. И такой не очень барбекюский вкус. Я не большой любитель сильного вкуса барбекю. Но думаю, это подойдет или не знаю. Посмотрим, посмотрим. Сейчас чуточку попробую, вам тоже расскажу, пробовать или не пробовать. Упс. Таранда вернулся работать опять ночью. Оставляете? Все горячее. Я просто чуточку хочу ознакомить этот соус с рыбой. Не очень. Не подходит, можно сказать. Я так люблю рыбу даже. Свежим томатом очень люблю. Вкусно. Спасибо, мой джентльмен. Нравится и немножко. Подождите. Вкус меняет рыбы. Ну, подходит. В конце уже нравится. Окей, а мы садимся, кушаемся. Я ведь знаю, что у меня этот соус все-таки где-то может быть. И прятался этот соус в гараже. Это имею в виду. Вот такой свитчилый соус. Как же это подходит к форелле. Попробуйте, если не пробовали. Потом мне скажете. Геннаджан, как хорошо, что вы сказали. Видите? Хорошие вещи вам говорят. Вот теперь наслаждаемся на все катушки. Подождите. Это очень люблю, но без соуса. Все на месте сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok